В Атинцовском округе продолжается работа комиссии по погашению налоговой задолженности в консолидированный бюджет Московской области. Участие в очередном заседании приняли руководители финансового блока муниципалитета, сотрудники налоговых и контрольно-ревизионных органов, представители территориальных управлений. Для разбирательства в администрацию пригласили 26 человек с суммарным долгом по налогам и арендной плате за землю во все уровни бюджетной системы порядка 98 миллионов. Причина неуплаты налогов у всех разная. К примеру, заместитель генерального директора акционерного общества Жаворонки Елизавета Лобова представила членам комиссии не платежки, а документы из судебного органа. Мы оспариваем коэффициент КД применительно к нашей арендной ставке. Суд первой инстанции, суд апелляционной инстанции и кассационной инстанции встал на нашу сторону. На сегодняшний день мы дожидаемся конечного решения. Как показывает статистика, работа комиссии приносит свои плоды. Неплательщики еще до визита на заседание стараются частично или в полном объеме погасить имеющуюся задолженность. Так случилось и на этот раз. 13 человек все же выполнили свои обязательства и около 6,5 миллионов рублей попали в казну. Еврокухня, территория Ново-Ивановская оплачена полностью, поэтому здесь можем сказать, что все нормально. Контамекс 131 тысяча практически все оплатил, тоже Ново-Ивановская. Видимо, поработали с ними. Прагма капитал Жаворонки тоже 828 тысяч полностью оплачена. Тоже нормально. Как всегда, срок уплаты налогов одинаковый для всех должников – до 15 марта. Людмила Тарасова вновь отметила, что в работе с должниками более активную позицию должны занимать сотрудники территориальных управлений. Если будет проводиться работа на местах, то и поводов для таких неприятных встреч станет намного меньше. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова